В Нягоне завершается переселение людей из вагон образований. Болочная программа рассчитана до 2020 года, поэтому новоселья в городе проходят одно за другим. Большая часть людей покупают жилье на первичном рынке. Так, сразу 44 семьи приобрели квартиры в одном доме и уже обдумывают совместный праздник по случаю переезда. Евгения Самойлова расскажет подробности. Спасибо большое. Внучка Василиса бабушку понимают. В балке Нина Макарова прожила 30 лет. Сама долгие годы проработала в строительной отрасли. Многие здания и жилые дома выросли у нее на глазах. А вот в свою благоустроенную квартиру жительница Нягонь въезжает впервые. Наконец-то я очень довольна, что дождалась. Честно говоря, я не верила, что за 30 лет я все-таки переселюсь в жилье. Но мечты сбываются. В балки и вагоны люди селились в эпоху бурного освоения севера, как во временное жилье. Но переезд из приспособленных строений затянулся. На начало года в Нягоне 536 семей жили в 13 вагонобразованиях. Из окружного бюджета городу выделен 1,3 млрд. рублей. Многолетняя проблема должна быть закрыта полностью до конца текущего года. Мы сегодня стремимся к выполнению на 100% расселения последнего балка в текущем 2019 году. У нас на сегодняшний день осталось 18 семей, которые не подали соответствующие заявления на участие в программе. Мы были вынуждены обратиться в суд в отношении всех этих 18 семей. На сегодняшний день получаем судебные решения. В некоторых из этих вагонов мы людей так и не увидели за этот год. Получаем судебные решения о сносе данных строений. В Нягоне до 1 января 2020 планируют сдать 50 тысяч квадратных метров жилья. Часть квартир в новостройках выкуплена именно участниками болочной программы. Вот и в этом доме из 72 квартир 44 приобрели люди из вагон городков. Они уже обдумывают совместный праздник по случаю столь важного переезда в их жизни. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Югория, Нягонь.